Место встречи изменить нельзя. Спортивная столица Нао, село Коткино, по традиции принимает ежегодную сельскую спартакиаду Ниницкого округа. За первыми стартами и открытием главного спортивного праздника региона наблюдал Тимофей Жуков. Весенние коткинские наши. Минувшую субботу на старт вышли сборные команды 10 муниципалитетов. Рекордное количество. В 2017 году команд было лишь 8. Спортсмены бьются за победу в 9 спортивных номинациях. Волейболу, баскетболу, настольному теннису, гиревому спорту, армрестлингу, а также палеотлону. В этом году к традиционным добавилась новая дисциплина – тройной национальный прыжок. Уже в 11 раз проходит межмуниципальная сельская спартакиада. В этом году действительно уже 2 новых команды присоединились к постоянным участникам соревнований. Это команда из НИСИ, команда с нижней пеши. Заметно омолодились составы участников команды. Это очень радует, что молодежь подтягивается в наше движение. Что из новелл, так называемых, в текущем году включили в программу дополнительно новый вид. Это тройной национальный прыжок. Надо, конечно, отметить, что он не в зачет комплекса идет. Попробуем, как это получится, посмотрим. Интрига в спорте – это кураж. Даже если спорт сельский, без миллионных контрактов. Сюльпризом этой спартакиады стала сборная Канинского сельсовета. Село Несь впервые за многие годы делегировало в Коткино свою дружину. Откуда пришла идея собрать команду, приехать в Коткино? Кто был инициатор? Наверное, не идея. У нас построили скульптурный комплекс, спорткомплекс. Недавно? Да, вот летом мы открылись, в июле месяц. Ну и так и получилось, что ездить заниматься, и вроде бы надо ехать, поддержать. Сколько человек в команде? 15. А как добирались? Добирались. Ну, у нас, конечно, часть студентов с Наринмара, нескольких наших. И они приехали на треколах, и мы нас привезли на вертолете. Главный сюрприз команда из НИСИ преподнесла уже в первый день, став первой в лыжной эстафете. Безоговорочная победа – отрыв от спортсменов Индиги, которые пришли вторыми, почти минута. Третьими стали лыжники Коткино. Стартовые возможности у каждой команды свои. Одни проводят тренировки уже в уютных современных спорткомплексах, другие – под открытым небом. Однако все верят в победу. Спорт любят упрямых. На снегоходах приехали. Два снегохода, восемь человек из Индиги. И ребята еще подъехали с города на снегоходах. На какие победы рассчитываете в этот раз? Возможно, стрельба. Может быть, палеотлон. Волейбол, баскидо сложно, без спортзала. Что? Сможем, выиграем. Ну, несмотря, вы скажите, что… Несмотря на то, что у нас в Индиге нет ни спортзала, ни ФОКа, мы надеемся и будем бороться за победу. Спортивное село Коткино по традиции гостеприимно приняло у себя окружную спартакиаду. Свыше 140 спортсменов хлебосольно разместили в домах коткинчан. Бывший глава Коткинского муниципального образования Олег Поздеев уверен, что турнир стал настоящим брендом села и всего округа. Та цель и задача, которая была, она полностью воплотилась в жизнь. И стремление и желание молодежи заниматься спортом только растет села. Это и благодаря тому, что наконец-то у нас построены спортивные комплексы. Это тоже толкнуло отношение округа властей к спорту. Все привело к тому, что мы в конечном итоге получим то, что хотим. Спортивные баталии ожидают быть жаркими. Болельщики уверены, что расклад призеров может стать самым непредсказуемым. Имена самых сильных и умелых округ узнает уже во вторник вечером. Тимофей Жуков, Вадим Носкин. Вести Заполярья. Село Коткино. Тимофей Жуков, Вадим Носкин Корректор А.Егорова Тимофей Жуков, Вадим Носкин Корректор А.Егорова